Пирс Морган высмеял Меган Марк или принца Гарри после того, как было объявлено, что герцог Сосекский выступит перед Организацией Объединенных Наций в честь Дня Нельсона Манделы 18 июля. Герцог и герцогиня Сосекские отправятся в Нью-Йорк, чтобы впервые появиться на публике после празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II. Сообщается, что Меган Марк или принц Гарри прибудут в Большое Яблоко, где герцог Сосекский 18 июля выступит с программной речью, посвященной проблемам изменения климата и голода в мире во время неофициальной встречи представителей Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в память о Нельсоне Манделе. Напомню, в настоящее время Генеральная Ассамблея ООН находится в отпуске и ближайшее официальное заседание состоится 21 сентября нынешнего года. Пирс Морган посмеялся над парой, пошутив в своем аккаунте в Твиттер, где у него 7,9 миллиона подписчиков, что пара наконец обрела свободу после того, как в 2020 году они официально ушли из поста работающих членов британской королевской семьи. Телеведущий Талк ТВ написал сообщение, которое вызвало ажиотаж, смеющиеся смайлики, ну, я думаю, они все обрели свободу после многих лет адского заключения. Какая шутка, экс-ведущий программы «Доброе утро, Британия», похоже, сослался на книгу Гарри и Меган. Обретение свободы и создание современной королевской семьи, написанную биографами Амидом Скоби и Кэролин Дюран, а также напомнил о том, что Нельсон Мандела провел за свои убеждения 27 лет в заключении его мемуары называется «Долгий путь к свободе». Участие в Дне Нельсона Манделы позволит герцогу Сосекскому выступить перед неформальным собранием Генеральной Ассамблеи. Представитель ООН сообщил Daily Mail, южноафриканская миссия подтвердила участие герцога и герцогини в чествовании памяти Нельсона Манделы в понедельник, 18 июля. Согласно сообщениям, председатель Генеральной Ассамблеи также заявил, что фонд Нельсона Манделы выбрал герцога и герцогиню для участия. Хотя дополнительные подробности не были предоставлены, ожидается, что принц Гарри выступит с речью, которая позиционируется как его самая важная речь с тех пор, как пара ушла с поста старших работающих членов британской королевской семьи в 2020 году. Мать принца Гарри, принцесса Диана, встречалась с Манделой в Кейптауне в марте 1997 года, всего за пять месяцев до ее ухода в мир иной. В 2019 году Меган и Гарри поделились цитатой Нельсона Манделы на своей странице в инстаграм, прокомментировав ее, делись мощной цитатой, чтобы начать неделю. А цитата гласит, так легко сломать и разрушить. Герои это те, кто заключает мир и созидает. По-моему, принцу Гарри и Меган Маркель нужно перечитать эту цитату Нельсона Манделы, осмыслить ее и наконец-то взять на вооружение. Потому что пока у пары хорошо получается ломать и разрушать. А вот быть героями, созидающими и заключающими мир совсем не выходит. А вы как считаете? Обсудим в комментариях. Далеко не все знаменитости любят делиться подробностями своей жизни с прессой. И даже когда речь заходит о членах монаршей семьи и их родственниках, приватность порой играет гораздо большую роль, чем желание как можно скорее рассказать таблоидам об изменениях в личной жизни. Так, буквально несколько часов назад глянцевые издания узнали, что сестра Кейт Миддлтон Пиппо недавно стала мамой в третий раз, но решила утаить этот факт от журналистов. Третий ребенок Пиппо появился на свет примерно три недели назад. Официальную дату его рождения сестра, герцогини Кембриджской, вместе со своим мужем Джеймсом Мэтьюзом пока не называет. Пара уже воспитывает трехлетнего сына Артура и годовалую дочь Грейс. Теперь у малышей появилась маленькая сестра, имя которой также держится в секрете от представителей прессы. Значительная часть беременности Пиппо также протекала вне внимания журналистов, округлившийся живот она перестала скрывать лишь месяц назад, появившись перед фотографами во время празднования платинового юбилея британской королевы Елизаветы Двух. Напомним, Пиппо Миддлтон вышла замуж за Джеймса Мэтьюза в 2017 году. 38-летняя сестра Кейт Миддлтон и ее 46-летний супруг впервые стали родителями осенью 2018 года, когда родился их сын Артур. В марте 2021 на свет появилась девочка, которую назвали Грейс. Пиппо решила последовать традиции, заданной герцогиней Кембриджской, она приняла решение рожать в госпитале Святой Марии, частном крыле больницы под названием Линда Уинк, в котором и рожала и Кейт Миддлтон, третья дочь Пиппо, шестая внучка Кэролы и Майкла Миддлтон. Год назад в одном из интервью счастливая бабушка призналась, что обожает проводить время с внуками, мне нравится бегать по горам, карабкаться по деревьям и проходить через туннели на детских площадках. Мы часто готовим вместе, танцуем или катаемся на велосипедах. В последний день у имблдонского турнира герцоги кембриджские решили приятно удивить не только зрителей спортивного состязания, но и папарацци. Финал мужского одиночного разряда среди мужчин они посетили вместе со своим старшим сыном, принцем Джорджем. Внимание всех фотографов было приковано к внуку Елизаветы Двух, когда он появился во всеанглийском клубе кракета и лаун тенниса вместе со своей женой и наследником. Принц Уильям пришел, чтобы посмотреть, как австралиец Ник Кирис сыграет в финале с сербским спортсменом Наваком Джоковичем. Пока королевская чета проходила к королевской ложе, принц Джордж приветливо махал рукой фотографам. Старший сын герцогов кембриджских был очарован игрой теннисистов настолько, что периодически прикрывал лицо руками во время особо захватывающих моментов. Кейт Миддлтон и принц Уильям наблюдали за матчем в солнцезащитных очках, которые помогали спастись от ослепительно яркого света в жаркий летний день. Для выхода в свет герцогиня выбрала стильное платье в горошек, дополнив его элегантными белыми туфлями с ремешком. В субботу герцогиня Кембриджская также посетила финал женского одиночного турнира, победу в котором одержала 23-летняя москвичка Елена Рыбакина, представлявшая на Уимблдоне Казахстан. В финале Рыбакина оказалась сильнее Онас Жабер из Туниса. Еще четыре года назад она выступала под российским флагом, помнят об этом и британские таблоиды. На протяжении всего матча английские журналисты неоднократно упоминали о том, что она родилась в России. Акцент на происхождении Елены Рыбакиной британские СМИ делали из-за того, что в этом году всеанглийский клуб крокета и лаун тенниса запретил принимать участие в состязаниях спортсменам из России и Беларуси. Связано это было с тем, что награду за победу в женской сетке вручает сама герцогиня Кембриджская, и спортивная ассоциация не хотела ставить ее в неловкое положение. Как уже написали редакторы The Sun, хитрая уловка не помогла королевской семье избежать излишней шумихи в прессе. Сама Кейт Миддлтон от комментариев по этому поводу отказалась. Вместе с принцем Уильямом она написала вдохновляющее послание в соцсетях «Прекрасные дни для блестящих матчей». Поздравляем обоих победителей, а также невоспетых героев, которые делают этот турнир таким, как он есть. Уимблдон, ты заставляешь нас гордиться собой каждый год. С 2016 года герцогиня Кембриджская является патроном всеанглийского клуба крокета и лаун тенниса по благословению королевы Елизаветы II, которую она сменила на этом посту. Теннис супруга принца Уильяма считает одним из любимых видов хобби, так, в сентябре 2021 года она даже сыграла в теннисном центре в Рохимптоне матч с чемпионкой USA OpenMMA и Рады УКНУ. Тогда выступление 18-летней конкурентки Кейт Миддлтон назвала «очень впечатляющим». В минувший вторник принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Уимблдон, чем очень обрадовали поклонников. Герцоги всем сердцем любят спорт, в особенности теннис, поэтому кембриджские вместе посетили один из главных турниров серии Большого шлема. Безусловно, все взгляды были прикованы к королевским супругам, что, к сожалению, не сыграло им на руку. Конечно, Кейт Миддлтон выглядела восхитительно в небесно-голубом платье в белый горох, да и принц Уильям не отставал от нее, выбрав для себя светло-серый костюм. Однако герцог позволил себе дать волю эмоциям, благодаря чему, в прямом смысле этого слова, опозорился на публике, ведь нарушил королевский протокол. Болеть за своих любимых спортсменов, игроков или команду – дело очень нервное и порой даже страстное. Вот и кембриджский с головой окунулся в пучину переживаний, да так, что не смог контролировать свои эмоции и выкинул бранное словечко на неудачу одного из теннисистов. Но самое ужасное, что в этот момент все камеры были направлены на герцога, поэтому забавное видео с участием принца прокомментировали все, кому не лень. Ха-ха, принц Уильям сказал, нет, 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 вот черт возьми. У герцога кембриджского случился момент, когда он не контролировал себя и оговорился. В нем очень много характера, как и в его дедушке. Он просто хотел сказать ради бога, но получилось немного другое, оправдывали принца в социальных сетях. Однако среди поклонников были и те, кто решил, что герцог просто прокомментировал свое состояние в такую ужасную жару, в тот день на карте стоял изматывающий зной, поэтому эта версия также имеет место быть. Я думаю, что принц Уильям жаловался на то, что ему слишком жарко, он пытался ослабить галстук и у него не получилось, переживали за кембриджского фанаты. Стоит отметить, что в этот день главной темой для обсуждения являлся не только богатый словарный запас принца Уильяма, но и их отношения с Кейт Мидлтон. Эксперт по языку тела и жестам отметил, что пара действовала буквально в унисон. Они связаны на более глубоком уровне, хотя и не проявляли публичных чувств, сказал специалист.